Добрый день, Юрий Кириллович. Приветствую, Святой Отец. Юрий Кириллович, мы как-то разговаривали с вами на канале о таких явлениях, как репутация в христианской среде и попытки ее защищать какими-то нестандартами, может быть, для христианства путями, третейским судом и так далее. Это очень вызвало широкий резонанс, я бы сказал, обсуждение такое. Много просмотров набрали. Я хотел бы сегодня продолжить эту тему. И насколько, на ваш взгляд, это явление, как репутация в христианстве, она важна? Очень важна. Вот мы сейчас, например, в христианство прикасаемся, ну кто всерьез, мы прикасаемся к христианству как раз через фигуры таких высоких репутаций, которые остались в сознании людей, о которых написаны книги, в которых сделаны фильмы, и туда попадают люди именно с незапятненной репутацией, у которых вот этот жизненный путь был чист, свят, верен идее, верен призванию. И таких людей немного. Это я говорю о масштабах, скажем так, больших эпохальных. Если же говорить о масштабах нашей нации, допустим, российской, вот, здесь мы, конечно, попадаем в большой вакуум, у нас фактически галерею таких высоких репутаций нечем наполнить, слишком много мерзости вот этот революционный пафос принес, разрушил человеческую жизнь, он разрушил ценности человеческие, он перевернул их вверх дном. На первые позиции вышли люди криминальными убеждениями и криминального поведения, и мы сегодня даже не можем от этого освободиться. Ну вот в этой связи получается, что репутации, управляют репутацией люди, которые в иерархической такой среде, ну, в структуре стоят высоко. И вот мы видим явление, когда руководитель какого-нибудь там союза, условно говоря, вот, кого-то провожает не с добром, и вслед, как бы, по самому драгоценному, как мы поняли, ударяют, да, по репутации. И у нас нету, как бы, вариантов никаких отстоять свою репутацию, куда апеллировать. Ну, вы уже теперь в конкретную переводите плоскость, вот этот вопрос, на самом деле, важнейший, действительно. Надо сказать, что наша практика вот в Советском Союзе и в нынешней России, это практика извращенная. Лидеры, вот вы сказали о людях, находящихся на высоких позициях, ведущие, скажем, роль таких управленцев, целых объединений и союзов, которые соприкасаются со светской властью, они находятся в ужасно опасном положении. Ужасно опасном положении. Они, находясь в хороших христианских мундирах, получили кардланш от своих единоверцев. Но попадая вот в это поле влияния светских, безбожных людей, в которых цинизм, в которых нажива, в которых политические страсти, где противников сминают и репутацию их размазывают, туда попадая, так или иначе, они воспринимают эти стандарты. И вот лидеры, казалось бы, с этой прекрасной доселе репутацией, вот в ближайшем окружении светских чиновников теряют свою репутацию, приобретают тот же самый формат, ту же самую окраску, как вот этот хамелеон, описанный Чеховым, когда этот городовой метался перед лицом этой собачки ничтожной, потому что один говорит, собачка – дворняжка ничья, а эта собачка городового. Вот такие и становятся наши лидеры христианские, потому что они начинают обслуживать интересы власти, как будто бы из каких-то побуждений хороших. И поэтому они преследуют своих единоверцев, если те им на это указывают. Мне кажется, христианский мир в этом отношении гораздо более жесток, чем даже светский, и это удивительно, потому что вот этот вот характер-то божий, когда «прощай». Ну, вы знаете, может быть, более жесток – это совсем уже резко, я вот всегда хочу смягчить, потому что… Более жесток он почему? Потому что он нам близок, это прямо нас касается, понимаете? Если мы можем себе представить, вся эта светская комарилия идет в ад с широким потоком, да, и мы только можем за них всплакнуть чуть-чуть и сказать, «Господи, помилуй, как это Писание нам предписывает, молитесь за царей, за начальствующих, пусть они быстрее сгорят». Но когда мы чувствуем, вот тот, как это в Писании мы находим, с кем мы разделяли искренние беседы, мы хлеб с ним ели вместе, он поднял на меня пету свою, и вот здесь мрак наступает. И поэтому вот, когда это вдруг проявляется, конечно, это потеря мира и покоя, это да, это болезненно. Юрий Кириллович, мы сейчас живем в эпоху нового интернета, и что мы получили в связи с этим? Мы получили передаваемые через сеть ценностей. Мы получили с вами биткоин, да, это валюта. Это значит, что когда я вам что-то передаю, то где-то это фиксируется. Ну, квартиру вы у меня купили, в реестре записали, что она теперь ваша, а не моя. И мы можем всегда в этот реестр обратиться. Если ценностью является репутация в фарисианском мире, то как мы можем вот этот реестр добропорядочности, что называется, забрать у этих людей, которые, как вы говорите, поражены пороком вот этой близости к власти? Как эту репутацию, что называется, отстаивать, сохранять, и чтобы кто-то мог сказать, да нет, он честный человек, даже если в его след посылается проклятие? Если мы отнесем к нашей народной сегодняшней ситуации, российской, не беря за пределами, то мы никак не можем. Мы наследники такого режима, в котором все человеческие ценности перевернуты, я уже сказал, и выветрены из сознания людей. Угодничество перед властью является сегодня высшей ценностью. И эта же самая модель внедряется в церковную ограду. Там точно так же начальствующий епископ, или он будет патриарх, или он будет даже просто пресвитер, он гегемон, у него бразды правления безграничные. Всякая попытка их оспорить вызывает сразу гнев, вызывает сразу бурю возмездия. И от чего разрушаются общины? Именно от того, что ничего нельзя сказать в адрес этого начальствующего епископа. Ты не прав. Сказал, ты не прав, тебя размажут. Причем рядом столько, это опричнина, которая создавалась годами, она не разбирается, что правда, что неправда. Для них ведь всегда было главным условием своего существования, это приближение к фигуре номер один. И поэтому за фигуру номер один они войну развяжут, они врать будут как угодно, они будут насиловать правду, они будут думать, что они этим служат Богу. Такая модель, она у нас стала самая распространенная, к сожалению. И мы видим эти осколки церквей, мы видим эти раздавленные репутации. А куда апеллировать? А куда апеллировать? Некуда апеллировать. Возьмите, какие бы то ни было структуры, вот они в христианстве особенные, абсолютно беспомощные. Абсолютно беспомощные. И поэтому доминирует вот такое бесчинство, к сожалению. Ну, знаете, в миру придумали такое понятие, как третейство. Третьейский арбитр, третейский суд, арбитраж. По большому счету, нет ли среди людей, может быть, сейчас уже там активно неслужащих, на пенсии находящихся, авторитетных людей, к которым можно было бы обратиться, даже если это, ну, условно говоря, сейчас вот лютеран, например, и старокатоликов касается. А мы по аптисту Сипко обратимся. Юрий Кириллович, разбери наше дело. Вот такую традицию не ввести ли бы нам в христианство? Здесь мир к этому пришел, и не так, скажем, успешно это действует, традиция, но я считаю, что она очень очевидно полезная и необходимая. В нашем христианском мире у нас нету такого условия, чтобы она стала работать. Закон даже есть. Закон есть, да, но в законе он не действует. Мы видим, как разрушаются структуры, как разрушаются коллективы, как разрушаются семьи, и нет у них никакого авторитета, перед которым они готовы смириться. Редкое явление, когда, например, конфликтующая семейная супружеская пара обратиться к такому арбитру, уважаемому, когда и муж, и жена откроют свое состояние и честно признаются в своих ошибках, и в своих набережных желаниях, и тогда она послушает этого служителя и скажет, хорошо, мы так будем исполнять. И он, и она, и вместе. Они преодолеют. Но в нашей церковной практике хоть лютеран, возьмите, сколько их сегодня, лютеранских группировок? Ну, пять-семь. Да, а может, пятьдесят. Мы просто даже не знаем. По ЦРО, я скажу. Мы просто даже не знаем. Например, этот мир прозрачный обнаружил этих старокатоликов, о которых я никогда не слыхал. Но католики и католики. А старокатолики, а там лютеране, это все изгнанники, которые протягивают руку друг к другу, чтобы как-то поддержать свою уникальную, в сущности уже закрытую, потерю всякого авторитета. Папа Римский может быть кому-нибудь авторитетом для католического мира. Но посмотрите, как мы православные изгаляемся, чтобы унизить католицизм, чтобы его представить каким-то порочным. Также я не знаю католиков, как они относятся к православному, но я вижу, что Папа Римский, начиная, наверное, от Павла Иоанна VI, который протягивал руку к православию, устанавливал контакты с православием, открывал сердце лютеранам и в конце концов с некоторыми восстановил мир. Но наш это до сих пор только агрессивно, а не приязнь. И мы унаследовали в нашем протестантском христианстве российском взять хоть баптизм, хоть пятидесятничество, хоть современное движение такое харизматическое, многообразное. Расколы за расколом. Расколы за расколом. Поставьте какого-нибудь авторитетного, чтобы две расколовшиеся группировки могли, признавая его авторитет, сказать, давай рассуди нас, мы тут не понимаем. Нет такого авторитета. Люди попадают в какое-то страшное обольщение, когда в своем порыве эгоистическом распинают историю ближних своих, отцов распинают, распинают современных существующих лидеров и пошли все ломать. Пример, который я сейчас узнал, это вообще боль такая, когда раскололи церковь в Калуге, где брат Альберт почти 30 лет творил служение, имел успех, имел признание. И всего лишь навсего он посмел сказать честно, правду в глаза начальствующему пискому. Тут вместо того сказать спасибо, брат, это правда, я испытываю, потому что я нахожусь такой, ну это минное поле, ходить в кабинеты власти, это же опасно, страшно. Спасибо, что ты меня хотел. Вместо этого они его задушили, они лишили его мира, они его клеветали и разрушили общину. Юрий Григорьевич, не происходит ли это, потому что вот эта вот узость мышления от того, что не понимают, в каком контексте существует сегодня христианство. Если бы христианство понимало, что объединяясь между собой, не враждую, они получают преимущество, ну например, там в Тюмени мы сейчас были, там прекрасно действует, ну альянсное отношение между христианскими конфессиями различными. И они проводят праздники вместе, выставляют какие-то даже условия власти, и власть идет на это. Может быть, из-за того, что мы не думаем о миссии больше, чем просто там друг у друга отбирать прихожан, происходят вот такие вот расколы? Тут множество причин. Одна из них наследственность. Мы выросли из этой системы и впитали в кровь, что вот эта наша группировка, это единственная истина в последней инстанции, а все, кто не с нами, они враги Евангелия, они враги Божьи. Ведь этот антагонизм, он внедрен в наше сознание религиозное, и религиозное сознание, оно чрезвычайно агрессивное, оно никаким миротворческим изменениям не поддается, потому что создается ложное представление, что то, как я воспринял те идеи, ту догматику, это единственно верно, и любой шаг вправо или влево, это все расстрел, потому что это отказ от истины. Вот этот догматизм, который внедренный в сознание, он разрушает, и редкие случаи, вы назвали Тюмень, у нас существует альянс уже, наверное, 20 с лишним лет. Татарстане с 92-го года. Номинальное, понимаете, двинуть по-настоящему сознание наших верующих людей, хоть литеран, хоть баптистов, хоть пятидесятников, что идея Христа, это идея проповедовать Евангелие, как Павел говорит, да некоторые проповедуют, чтобы увеличить тяжесть уст моих, а я этому рад, почему? Потому что имя Христа провозглашается. Так вот, у нас этого нет. Возможно, поколение сменится, и придет победа от того, что на Западе, например, этот альянс имеет общие ресурсы, и такие творит благотворительные вещи, и вещи благовестия, и вещи евангелизации, творит общими усилиями. Сама по себе демонстрация единства во Христе, это же уже проповедь величайшая. Мир во Христе, это уже проповедь величайшая. Мы даже не сознаем, что мы в таком раздрае, находясь, делясь, и все время критикуют друг другу, мы порочим Христа. Мы Евангелие дискредитируем. Мы ни на что не можем рассчитывать, потому что любой думающий человек скажет, ребята, только не к вам, только не к вам. Я тут, слава Богу, концы с концами свожу, а к вам приди, я что, драться должен? За что я должен драться? И вот это вот люди, у которых мелкое сознание, мелкое сознание, гордость величайшая, она делает их надутыми, что они как будто управляют чуть ли не божьими замыслами, а рядом лежат трупы. И они считают это победой. Вместо того, чтобы трупы оживить, вместо того, чтобы поднять, вместо того, чтобы объединить, нету этого в сознании. Это пока пороком считается. Спасибо, Юрий Кириллович. Я думаю, мы продолжим этот разговор. В следующий раз в Новом году. Я скажу, что с Новым годом, с новым счастьем. Ну, это общие слова. А так, Рождество Христово, это такая потрясающая весть, потому что ты должен склониться над яслями и увидеть Бога в пеленке. Ну, выражение тоже такое экстра, но Бог умолил себя по виду, стал как человек, и вот он в руках человечества, в твоих руках и моих руках. Ребята, чего вы надуваетесь? Какие там у вас горделивые замыслы? Посмотри на Христа, Рождество его, и склонись там рядышком, и скажи, Господи, помилуй, помилуй, я давлю то, что ты создал, я распинаю тебя снова. Ой, помилуй, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова